Принуждение к труду или воспитание дисциплины и порядка. Госдума предложила разработать закон о трудовом воспитании, который поддержала министр образования и науки России. Своё согласие на возвращение в школу сельских бригад, работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений Ольга Васильева высказала на Всероссийском форуме взаимодействия семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения. 26 линейчиков. Вы откладываете по какой линейке? По масштабной. Навыки построения выкроек для одежды девочки приобретают с пятого класса. Сначала шьют прихватки и фартуки, затем более сложные изделия – юбки, блузки или форму для выпускного. Учатся работать с мехом, сукном, выжигают по дереву. Одна четверть в году обязательно уделяется урокам кулинарии. По словам учителя технологии со стажем 32 года, уроки трудов в школе – это база трудового воспитания. Порой девочки спорят со мной, что зачем нам это нужно. Но вы сейчас уже сами повзрослели и чувствуете, что действительно без уроков технологии никак нам не обойтись. Посмотрите, наш предмет связан и с биологией, и с химией, если внимательно просто задуматься, и с математикой. По мнению Нины Глушковой, полученные на уроках знания пригодятся в будущем. Элементарные умения пришить пуговицу или скроить юбку помогут в домоводстве. За идею полезного трудового воспитания, когда ученик в силах справится с бытовыми задачами, выступает министр образования и науки. Неоднократно Ольга Васильева высказывалась за возвращение в российские школы практики, когда сами дети ведут работу на пришкольных участках и убирают классы. «Мы должны вернуть работу на приусадебных участках, которая была всегда. Мы должны вернуть уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника. Мы должны вернуть прежде всего ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет». Сегодня привлекать учеников к уборке класса и работе на школьном огороде запрещается законом об образовании. В статье 34 пункте 4 говорится «Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей или законных представителей к труду, непредусмотренному образовательной программой, запрещается». Отсюда в российскую школу пришли новые правила. Согласно им, учащийся не может мыть полы в классе, помогать в благоустройстве школьного двора или выращивать овощи в пришкольной теплице. Ведь когда-то это было нормой. В советской школе трудовое воспитание рассматривалось как неотъемлемая часть образовательной программы. Ребята не только отвечали за чистоту в классе, но и делали косметический ремонт школы, регулярно участвовали в субботниках, ездили на поля убирать урожай. Никто из школьников не желал слыть тунеядцам. Это слово было большим оскорблением, а поговорка «кто не работает, тот не ест» была самой распространенной и даже содержалась в Конституции 1918 года. Это бюллетень? Диета. Какая диета? Ничего не есть. Ну, погоди, первый раз слышу такую диету. Старинный рецепт. Народная мудрость. Кто не работает, тот. Духанчой. Что, не ешь, что ли? За трудовое воспитание выступали философы и гуманисты, ведь последний формирует свободного гармоничного человека. Жан-Жак Руссо предлагал привлекать детей к сельскохозяйственному труду и различным ремеслам. Он утверждал, овладение профессиями обеспечивает человеку материальную независимость. Сен-Симон и Фурье писали, основная задача воспитания – подготовить молодое поколение к успешной трудовой деятельности, обеспечить его всестороннее развитие. Главное в этом деле – соблюсти баланс, считают психологи. Заставлять учеников мыть лестницы в школе и красить стены – задача технического персонала. А задача трудового воспитания – вырастить не потребителя, а созидателя – человека, который сможет обслуживать себя самостоятельно. У нас сегодня ребенка обслуживают все. Обслуживают родители, как только ребенок рождается, бабушки, дедушки, няни на современном этапе нашей жизни. Потом обслуживают нас воспитатели, потом в конце концов обслуживают у нас педагоги, то есть все социальное окружение. Здесь, наверное, надо рассматривать более широко. Это не тот физический труд, о котором так сегодня много говорят, при общении к этому физическому труду. Это же может рассматриваться как волонтерское движение. Пожалуйста, помощь нуждающимся. Чтобы это были не акции, а это была постоянная работа. Не ради того, что тебя поблагодарили, а это должно войти в норму, делать добро людям. Это тоже труд. Активисты педагогического сообщества предложили внести поправки в закон об образовании. Они позволят разделить понятие труд по самообслуживанию и общественно полезный труд. Сегодня идет работа над методическими рекомендациями для каждого образовательного учреждения страны. Планируется, что уже в 2018 году в российские школы начнут возвращаться добрые традиции трудового воспитания.